Всем приветики, дорогие друзья! Я вот села краситься и думаю, чего это я эгоистично сижу, намазываюсь в зеркало, когда можно делать это в YouTube. Соответственно, давайте мой макияж немножко продолжим. Я сделала тон, нафигачила себе бровей, и вот сейчас смотрю и думаю, какой я мейк буду делать. И у меня вот тут какая-то пастель, я думаю, сделаю-ка я мейк нежный, настроение и риска. Итак, в этом бьюти-спектакле у нас сегодня главную роль сыграет два конкрета. Это будет конкрет-чеснет и конкрет-беж. Во-первых, потому что они очень универсальные. Если вы будете думать, с какими конкретами первыми, знакомятся, явно два цвета в этом списке. А во-вторых, судя по продажам, у очень многих у вас эти два оценка есть. Я хочу показать вам, что вы с ними можете сделать и как вы можете помиксовать их между собой. Потому что клево использовать конкреты как готовые цвета, но... Здрасте, мистер кот! Но еще круче научиться смешивать их, получать какие-то новые полутона. Почему это важно? Потому что лицо и вообще гармония в макияже, они так устроены, что надо все время подмешивать оттеночков, убавлять оттеночков. И вот чтобы все элементы макияжа на лице были как литые, чтобы одно в другое переходило. И поэтому очень важно все грамотно соединять. Мистер кот, нельзя воровать цветы. Нельзя. У меня такая роскошная укладка второго дня. Надеюсь, все посмотрели видео про волосы. Я вот, как обычно, укладываю. Вчера что-то задумалась с брашем, с этим, со своим продержала. Вот здесь вот долго. И у меня просто как бы Иден Кэпфолл из Санта-Барбары получился. Ну ничего, хожу с объемчиком. Итак, поехали. На палитру выдавлю немножко конкрет чеснод. Уже не знаю, какой оба счете чеснод у меня. Самый ходовой мой лично. И беш. Беш сразу выдавила чуть-чуть побольше, потому что нам его больше и понадобится. Возьмем вот какую-нибудь такую синтетическую кисточку мягкую. Это Сергар Камбаров. Обожаемая кисточка Т2. Мне очень нравится. Набираю беш чистенький. И наношу сразу в качестве пастельного нежнейшего румянаца. Смотрите, какой красивый. Мистер кот, чем ты занята? Я тут наношу. Очень широкий круглый рисуночек делаю с помощью этого конкрета. Это самый клевый румянец для тех, у кого очень светлая кожа. Вот сюда немножко наношу. Сразу на подвижное веко. Боковые поверхности уда чуть-чуть совсем. Чуть-чуть на подбородок. В общем, мягко надо нам растащить цвет по всему лицу. В зоны, где проступает румянец, и где немножко кожа может хоть коптиться на солнышке. Поменьше возьму кисточку, но пушистую. Для растушевки глаз. Это тоже Сердара кисточка Т4. Тот же материал. Таклон. Очень мне нравится для работы с конкретным таклон. Чуть-чуть на губы. Чуть-чуть на глаза. На глазах конкрет-беж будет еще и функцию базы выполнять. Конкрет-беж вообще очень классная база, в принципе, под любые сухие тени. Он сразу убирает все венки, скрывает капилляры. По нему хорошо очень будут растушевываться тени. Я чуть-чуть сразу в галочки над верхней губой. И вот здесь за пределы губ выйду, чтобы они были побольше у нас. Дальше идем. Я плоскую кисточку возьму. Смешаю в равной пропорции конкрет-честнод и конкрет-беж. Получится красивый пастельный оттеночек. Вот он, видите какой? Мы его будем использовать на глазах. На все подвижное веко наносим. Чуть-чуть к внешнему уголочку выдвигаясь сюда. Второй глазик. Кистью, которую бешено носили, растушевываем. Теперь какой-нибудь плоской кисточкой синтетической, вот это NYX. Набираю только чеснот, вот здесь, который на палитрочке есть. И прохожусь им по внешнему уголочку. Как бы немного вытягиваю стрелочку и затемняю внешний уголок. Подбираю по ресничному краю, чуть-чуть ближе к центру века. К центру ресничного края. Кистью для растушевки также ее втушевываем в макияж. Еще чуть-чуть можно добавить. Такой уголок как будто прорисовываем. И аккуратненько втушевываем. Такая очень мягкая стрелочка, как будто у нас из макияжа будет из глазика выходить. Поскольку мы уже наносили и беж, и бежевый с чеснотом смешанный, вот эта стрелочка очень легко растушевывается. Она легко смешивается с теми цветами, которые уже есть, потому что это те же цвета. Теперь смотрю прямо, немножко вытяну уголок. Как бы из-под реснички достаю такой вот уголочек и вырисовываю поярче. Ой, сейчас на кого-то навернется доска здесь. Возьму чистую кисточку и растушую границу. Еще разочек мягко нашу стрелочку втушуем, чтобы она такая была как тень, скорее растягивала нам глаза. Вот чтобы к бровям не было никакой темноты лишней, никаких четких границ. Все, хорошенечко растушевать. Еще наберу немножко чистого чесно, прям в другую сторону палитры. Набираю чистый чесно. И давайте сразу чуть-чуть откорректируем личико. Чуть-чуть скулы выделим. Не давлю на кисть, работаю только оттеночком. Чуть-чуть боковые поверхности крыльев носа. От конкретно чесно такая кориция получается очень мягкая. Я вот сейчас сделаю такую себе типа основу, как контуринг. И растушую. Растушую кисточкой, которую наносила тон. Это такая же кисть, какой мы наносили румянец. У меня их парочка. Есть. Дальше чуть-чуть поправлю тон вот в этой зоне. Таким треугольничком. У меня был здесь шоссейда тон, соответственно, поправляю его стиком. Потому что вот эта зона, она больше всего будет затрагиваться. И поэтому здесь нужно чуть-чуть поплотнее тон. Я первый слой тона сделала, ну вот с которым начала я снимать видео. Я сделала так вот прям бегло, быстренько, не прорабатывая зону подглазного пространства. Вот стиком мы сейчас все это и дозакроем. Стик очень хорошо покрывает, но при этом сам такой жирненький, легкий. Очень хорошо растушевывается. Мне очень понравились эти средства. Прекрасно так, время окрасить ресницы. И как порево сегодня возьму тушь. Excessive Lash называется она. Была у нас в коробке неоднократно. Маленькая щеточка, очень наслаивается хорошо объем. И еще, что круто, она очень легко смывается. Так, что за дестрой пришел? Эй, алло, что такое? Аренда половины экрана закончилась, если хочешь нам сказать? Я оттягиваю реснички немножко вбок и как бы вниз их чуть-чуть прокрашиваю. От центра, чтобы они чуть-чуть наклонились. Тут у меня есть одна какая-то бунтующая ресничка. Я попробую расческой выложить. Вот как-то так. Очень удобно на нижних. Чик-чик-чик. Щеточка маленькая. Нижние реснички прямо вбок крашу. Брови хочу посветлее. Я возьму щеточку. Наберу чуть-чуть беж. И чуть-чуть побежевее сделаю себе брови. Там оттенок совсем чуть-чуть осядет и будет такой, знаете, как типа пыльный. Легкий пыльный эффектик. Оттенком вот этим промежуточным, который между чеснотом и бежим, подведу губы. Какие-то секси-губы себе приделала. Это очень, кстати, популярный такой оттенок. Пыльный для губ. Можете посмотреть, что его очень легко получить, смешав конкрет, чеснот и беж. Как, собственно, и весь наш сегодняшний макияж. В уголки побольше добавлю чеснот, чтобы темнее они были. Растушую кисточкой, которой самой первой наносила беж и потом использовала ее для растушевки макияжа глаз. Контур не растушевывайте, растушевывайте только внутри. О, шо. Губы секс-пекс. И вот что еще хочу сделать, это чистым конкретом, небольшой кисточкой, залезть в слизистые верхнюю и нижнюю, чтобы глазки получились уже такие с эффектом прищура. Это будет очень красиво продолжать нашу стрелку незаметную. И по нижнему. О, совсем, смотрите, другое дело. Глаза стали такие узкие, с прищуром. Мяу. Смотрите, что еще мы можем сделать в этом макияже. Вообще-то это базовый мейк, поэтому вы можете из него дальше еще куда-нибудь сходить. Например, вы можете взять и металлизированным пигментом продублировать верхнее веко. Или взять и металлизированным пигментом продублировать только нижнее веко. Или взять и металлизированным пигментом, но каким-нибудь темным, еще утрировать контур. Тогда у вас получится такой кошачий смоке, более глубокий. Вы можете добавить даже глиттер сюда, там блестки прозрачные какие-нибудь. Посмотрите, у нас в Cardina Cosmetics блесток очень много. Короче, вы должны понимать, что этот макияж, который вы сделали, он может остаться матовым, а может стать блестящим Вот давайте я вам три варианта покажу Первый это вот он матовый и точка Мы припудриваемся, фиксит паудер, матирующая пудра, которая делает макияж неубиваемым Припудриваемся только по центру, вот здесь Припудриваемся вот здесь, под глазное пространство и вот здесь вокруг крыльев носа Обязательно всегда припудрить Фиксит паудер в этих зонах творит чудеса, потому что здесь носогубная складка и она очень мистерски отвлекает от нее внимание Рассеивает цвет, носогубки становятся менее заметными Обязательно припудривайте между бровей Вот здесь вот видите, такой есть блик Его надо... Ооо, кто-то вляпался Честно, ничего, сейчас вам покажу, как это поправить Просто насыпала пудру сюда же и заехала кисточкой Непорядок Так, я чуть-чуть убираю влажной салфеткой обычной самой Стиком чуть-чуть поправлю Только здесь уже кисточку возьму для поправки И припудрю, но только уже вот эту часть, потому что здесь пудра есть Дил, мы спасены Кисточка эта, мы уже знаем, что она в чесноке, мы возьмем другую Чуть-чуть на подбородок нанесу, чуть-чуть можно сюда Кончик носа никогда не пудрю, мне нравится вот этот блик Ну и можно, если хотите зафиксировать конкрет Если у вас жирная, например, кожа век И в течение какого-то времени конкрет начинает скатываться в складочку То вы припудрите пудрой фиксит паудр в качестве праймера Или потом, собственно, зафиксируйте сверху И будет вам абсолютно водостойкое счастье Вот матовый Красиво? Красиво Ничего не скажешь Ленца, она накрасилась Аж самой нравится А что, если мы сделаем этот мейк глянцевым? Мы возьмем и нанесем на губы глаз, например Ни с чем не смешивает Заканчивается у меня очень сильно Расходуемый материал Поверх наших губ нанесем блеск Они такие станут секси прям Видите? И нанесем глаз вот сюда Для блеска Чуть-чуть вот сюда Чтобы кожа получилась влажная Я прямо с губ снимаю Вот сюда над бровью, чуть-чуть, над изгибом На кончик носа чуть-чуть Вот Можно, кстати, даже и чуть-чуть на глаза Под бровь вот, например Ну вот Видите? И у макияжа сразу совершенно другое настроение появилось Кожа засияла, такой блик Многие спрашивают, комфортно ли, да? Что липко от блеска Вы его совсем чуть-чуть наносите Вам слой не нужен Потому что глаз-блос Это блестючий блеск Вам вообще чуть-чуть совсем надо Чтобы он достаточно сильно блестел Так мне прямо очень нравится Красивенько И на глазах красиво блестит А вот теперь смотрите еще один вариант Давайте добавим на все это дело Немножко металлизированного пигмента И сделаем третий вариант С таким мейком Это металлизированная его версия То есть он станет такой чуть более бронзовый Даже не бронзовый, наверное, медный Потому что металлайст Это так и называется Купер, как медь Мы его прилепим на глаза У нас здесь немножко есть глаз-глоса В качестве праймера Вообще, конечно, металлизированному пигменту Не обязательно это дело Не надо глосс использовать как праймер Лучше возьмите конкрет Или текстур майстер крим Потому что глосс не фиксируется Липкая основа Но в целом, вот я сейчас нанесла Вообще-то клево выглядит И вроде бы даже достаточно крепко Вся липкость ушла Забиваю все подвижное веко Чуть-чуть на нижнее Растушевываю чуть пониже И финально Чуть-чуть подтушевываю Кисточкой которой Самую первую мы использовали Вот, смотрите Мейк совсем другой стал Этот же пигмент Совсем чуть-чуть Я наберу на мягкую кисточку Натуральную И чуть-чуть Втушую вот в тот блеск Который у меня был на скулах Добавлю этот металлизированный пигмент В качестве такого Переливающегося румянца Опять же, блеск не надо использовать Как праймер для нанесения румянца Металлизированным пигментом Но просто сейчас он у нас уже есть И я хочу вам показать Что в целом он не мешает Чуть-чуть вот еще Металлизированный пигмент Сюда, сюда, сюда Вот здесь, чтобы везде его оставить Опять же, потому что личико должно быть все литое И еще немного блеска добавлю В этот пигмент Сделаю такой прозрачный блеск Но с легким оттенком супер Чтобы связать весь мейк воедино Прям вот совсем немножко добавляю Достаточно Ну, смотрите Вообще совершенно другой макияж Макияж поменял тональность А еще я хочу обратить ваше внимание На то, как сильно я люблю эффект от глосса Вот здесь, когда он переливается Потому что очень такая Секси скин получается И как я люблю Вот этот матовый эффект фотошопа От фиксель паудер Прикольно получилось Как будто бы три разных мейка Пишите в комментариях Какой вам нравится больше макияж Какой бы вы себе сделали Здесь самое главное Чтобы вы поняли сам концепт Вы можете абсолютно легко Видоизменять макияж И один макияж Использовать как платформу Для создания другого И еще что очень важно Что мне хотелось бы Чтобы вы вынесли из этого урока Это возможности смешивания оттенков У вас наверняка уже Какие-то конкрыты есть Пока сейчас есть период самоизоляции Попробуйте их посмешивать И накраситься Вот в этой, например, технике Теми цветами, которые у вас получились И в идеале запишите свои пропорции Сделайте фотку И выкладывайте stories Отмечайте меня Я очень хочу посмотреть Какие у вас получаются цвета Короче, мне нравится очень мейк Давайте пробуйте Покажите, что у вас получается И вообще очень жду ваших отметок В инстаграме Хочу смотреть Как у вас получается Краситься по моим урокам Я что-то хотела Чуть-чуть совсем накраситься А сделала себе какой-то супер мейк Теперь надо придумать повод Куда его выгулить Наверное, я соберу-ка сегодня вечером Всех на вечеринку в зуме Что ж, поделаешь Новая эра Теперь встречаемся на коктейль Только в конференциях онлайн Ну ничего Зато засвечу свой мейк И выгулю новое платье Ну все, всех целую Всем пока Хорошего настроения Субтитры сделал DimaTorzok